Итак, это анализ рынка 15 декабря 2021 года. Фонд такой. Азия, фьючерсы, США и ЕС, а также нефть торгуется на уровне вчерашнего закрытия. В целом фонд на сегодня нейтральный, но опасность именно нерыночного движения в рамках экспирации остается. По большому счету вчерашние вечерние торги до сегодняшней утренней торги после минувшей вчерашней утренней манипуляции на российском рынке указывает на то, что основную толпу по маржин колам плечевиков именно выбило. Вот поэтому опасность таких нерыночных движений пока уходит на второй-третий план. То есть такой сильный, излишний волатильность, назовем так. Перед началом данного видеоролика хотел бы презентовать телеграм-канал N-Trading. Авторы данного телеграм-канала простым языком описывают ситуацию на рынке, говорят, чего ожидать, например, от заседания ФРС сегодня, и расписывают причину следственной связи. Когда участникам рынка ожидать коррекцию, и какие неожиданные действия ФРС могут ее запустить? С портфелем в миллион долларов они торгуют интродэй каждый день и дают своим подписчикам бесплатно заработать вместе с ними. Они могут, используя скальпинг, зайти в позицию на 400 тысяч долларов и заработать 4 тысячи долларов буквально за 10 минут. Эти ребята торгуют американскими акциями в виде активной торговли, интродэй и свинг-трейдинг. Так, точечные обзоры рынка каждое утро входят на данном телеграм-канале со стороны авторов данного телеграм-канала. Ссылка на текущий телеграм-канал, который вы видите на экране, будет в описании к данному видеоролику. Что касается микронштамма, он бодро шагает по планете, и вот сейчас глава ВОЗ начинает тотально армагеддонить с главой компании Модерна, там, Файзер и вот все эти ребята, фармацевтики, да, все магеддонят. Ну, естественно, фармацевтам нужно продавать свой продукт, тем самым зарабатывать, пока хайп идет на фоне ковида, да. А глава ВОЗ, он капитально просто на Сибире, как я понимаю, волосы, вот, и озвучивает, что микронштамм, это уже почти как, не знаю, чума 100 лет недавности. И я все к чему клоню? Я все клоню к тому, что эта озвучка началась в преддверии заседания ФРС, которое будет сегодня. Я в целом тут мысль написал, чего же эта ФРС сегодня. В принципе, никаких форс-мажоров, я думаю, сегодня не будут, маловероятно, потому что сейчас многие озвучивают, ну, опять же, инвестблогеры, некоторые инвестбанки, такие маленькие российские инвестбанки, что, мол, сегодня могут ужесточить ДКП. У меня вообще, блин, вопрос, а с чего они должны ужесточить сегодня ДКП, если они даже баланс Куе еще не свернули? И, внимание, подписчица тоже под этим постом написала в нашей контакт-группе, объемы обратного репо вернулись к максимальной значению по чем на 1,6 трлн долларов. Таким образом, реальный баланс ФРС остается на стабильном уровне около 7 трлн баксов. Фактически, баланс ФРС снизился, начиная с весны этого года до лета 2020, до уровня лета 2020. И, как мы видим, фондовый рынок спокойно переносит снижение. Таким образом, сокращение Куе и его ускорение, о котором, говорит Пау, объявит завтра, не повлияет на фондового рынка, на ходы торгов фондового рынка. Для акций США негативно скажется повышение процентной ставки. Это чья-то мысль, которую, скорее всего, подписчица взяла из, может, телеграм-канала, может, контакт-группы, может, там, СМИ. Я не буду врать, я не знаю откуда. Но я просто к чему клоню. Я хочу провести небольшую корреляцию ее поста, да, с моим постом. И озвучить одну простую мысль, что сегодня ужесточение ДКП, на мой взгляд, но реально маловероятно. Повторяюсь, они о чем сегодня будут говорить? Они будут говорить сегодня о том, что нужно, скорее всего, сокращать Куе дальше. Риски инфляции растут, но при этом риски заражения ковидом тоже растут, понимаете? И вот у центральных банков, у этих клоунов сейчас дилемма. Они говорят одну простую вещь, что, с одной стороны, ковид шагает по планете, цепочки поставок просто разорваны. Товары не доходят до потребителей. С другой стороны, инфляция в Америке растет, властное кресло уже шатается. Что им делать? Они пока и сами не знают. Поэтому вот, первый вариант есть, хода событий, которые я описал тут. И второй вариант, что может сегодня произойти. На самом деле, я склоняюсь больше ко второму варианту, потому что ФРЭС все-таки может пойти на поводу толпы, на поводу рынка. И, соответственно, даже участники рынка сейчас постепенно закладывают в ожидании то, что они куе до лета 2022 года сократят. Тем самым, уже большие капиталы паркуются в трежерис США, американские гособлигации. Вот. Если сегодня такой сигнал рынок получит, то, соответственно, доходность трежериса будет сильнее снижаться. Тем самым, мы встанем на путь будущей рецессии в американской мировой экономике. То есть, вообще, я считаю то, что в эти 10 лет, вот в этом 10-летии, будет несколько рецессий. Я об этом сегодня отдельное видео сделаю, где подробно все обосную. По сценарию, как оно было в 61 по 81 год в рамках большой стагофляции. А у нас стагофляция уже трендовая. И поверьте мне, такой острый угол ФРЭС мир не обойдут никак. Ня. Сейчас, конечно, Кати Вуд, глава Арк Инвестмент, говорит, что дефляция большой риск. Но эта тетенька не понимает одну простую вещь. То, что даже если будет дефляционная спираль раскручиваться в рамках рецессии, в рамках экономического кризиса, эту дефляционную спираль резко будут выкупать. Кто будет выкупать? Опять ФРЭС за счет своего баланса КУЕ. Понимаете? За счет пакетов стимулированки будут все равно Амеры принимать. То есть, вливать бабки во все секторы экономики. И тем самым, инфляция продолжит рост. И это будет опять подтверждение тому, что стагфляция все трендовая. Поэтому, если ФРЭС у меня бьет второй вариант, который я описал в данном посте, ну, в принципе, ждем снижения трежерии в ближайшие полгода к нулевой точке. Может, даже ниже нолика. Там вполне реально. Как только ниже нолика доходность скакнет, отчитываем 6-9 месяцев до начала рецессии. Вот. Поэтому поглядим, что сегодня скажут. Гадать не буду. Сам тоже слежу по ситуациям. Ну, я просто повторяю, что 22-й год будет годом лихим. Поэтому готовьтесь к форс-мажорам. Ну, и берегите кэш. Как еще по-другому-то? Да, и другой есть капитальный трэш, от которого у меня просто тотально припекло сегодня задницу поутру. Какой трэш? Это просто визги физических лиц о том, что поставки газа Газпрома коррелируют ценой на газ. Вот на эту цену газа в хабах европейских. Вот на эту цену, которую сейчас совершает перехай. Я такую чушь слышал только, не знаю, вот момент обвала цены на газ, который был у нас в конце сентября. Тогда я говорил, что ни хрена, ни хрена цены поставки Газпрома не коррелируются на газ. Вам, блин, царь российский Владимир Владимирович Путин говорил, что Газпром работает также по долгосрочным контрактам. Я говорю об этом уже последние 5 лет. Газпром работает по долгосрочным контрактам, которые привязаны к цене на нефть. Если вы думаете, что Газпром, мать его, выплатит по итогам 2021 года дивиденды в районе 100 рублей, дайте мне свой номер телефона, ваш адрес, я вызову санитаров. Бесплатно, без смс, я все это оплачу. Если вы адекватный здравомыслящий трейдер, то вы будете помнить те слова, которые я ранее озвучивал. Поэтому губу сразу закатайте взад, ну то есть назад. И не думайте, что Газпром расширит 100 рублей на дивиденды. Не будет этого, поверьте. По крайней мере, по итогам 2021 года. И соответственно, средняя цена поставки газа в Европу со стороны Газпрома это 300 долларов. 300 баксов. И Газпром удерживает долю рынка в Европе только за счет того, что они поставляют по тем ценам, какие привязаны к цене на нефть. То есть сейчас, с выношением газа опять 1500 долларов, стоит я не ошибаюсь, да? Блин, график закрыл, не вижу, ну ладно, хрен с ним. А в Газпроме 300 баксов. Вот понимаете, как на долю рынка держит Газпром? И Газпром все равно в ажуре. Вот, и переходя на Газпром уже сейчас, ну в принципе, видите, все происходит по тому плану, который я вот озвучил последние пару дней. Цель отскока? Вот на первую цель. Мы к ней пришли 325 рублей. Вторая цель-то будет 332 рубля. Просто вот видите, тот шип, который Газпром нарисовал вчера, как и весь российский рынок, это был сбив маржин-колов. То есть кто-то, кого-то, вообще это манипуляция рыночная, самая настоящая. Но, блядь, Мосбиржа, они такую чушь, конечно, наворотили, вот буквально недавно, запустив утреннюю сессию без ликвидности. Конечно, без ликвидности будут везде выбивать и стопы, кто будет выбивать, да большие участники рынка кто. Хотя я уверен в том, что если Мосбиржа будет разбираться вот в этом вопросе, они всех, наверное, собак на физиков и навесят. Скажем так, типа, фас-фас кусайте их, они виноваты. Ну, типа, физики. Хотя это полная чушь, потому что здесь нужны маркет-мейкеры утренние, маркет-мейкеры нужны. Поставщики ликвидности, так называемые, а их нету даже сейчас по факту. Тут даже какой-нибудь дурак, не знаю, войдет там с 10 миллионами рублей, да, купит Газпром, тем самым его запампит процент на 2 вверх. Потому что нету большого объема покупок и продаж. Это большая проблема утренних и вечерних сессий. Здесь манипуляции лютые бывают. Это большая проблема, которую надо решать путем, повторяясь, поставки ликвидности. То есть нужны маркеты здесь. А маркеты, они работают с 9 утра сейчас. Вот им сейчас с 9 утра до примерно 19, там, 50, что ли. Вот. Вот, поэтому по Газпрому, возвращаясь к нему, в принципе, гэпы все отработали. Цели, вот, все, 334, 324, все есть. Идем вот на первый уровень 324, второй уровень 333. Я вчера тоже Газпромом охренеть, как поспекулировал. То есть реально удачно, успешный день. Просто я без всяких выпендрежек говорю. Просто по факту. Реально классно было. И в Сбербанке то же самое, и в Газпроме вообще супер, я считаю. Вот. Я, в принципе, позиции по российскому рынку держусь сейчас. Но, опять же, я не беру отдельно взятые акции. Я беру охватом весь рынок. То есть по мере роста индекса ММВБ и РТС, моя деривативная, то есть бумажная позиция будет приносить мне определенную прибыль. Ну, то есть растет ММВБ и РТС, будет расти и привык по моим позициям. Поэтому от Газпрома тоже зависит потенциальная моя прибыльность. Ну, потому что в индексе ММВБ и РТС, соответственно, Газпром занимает огромную дольку. Как и Сбербанк, да. Это глупый фишк, это флагман российского рынка. Если будет Газпром плюс-минус умеренно расти к сопротивлению медианной полосы Бонжи, то есть 30-35 рублей, да, и вот на это большое уровневое сопротивление, то и мои позиции тоже будут расти. Возможно, к концу текущего года, да, Будас даже на российском рынке неплохо еще раз заработать. Да, было бы неплохо. Поэтому вот цели Газпрома повыше, какие находятся. Ну, и запомните одно, что такие вот выбивания шиповые, они, как правило, указывают на завершение исходящего тренда. Поэтому на ЯМА-200 пришли, участники рынка, они сбили все стопы, которые были под ЯМА-200. Я полагаю, что тут были стопы, потому что такой шип длинный, он, как правило, выбивает всех из позиций, особенно маржинкалистов. Вот, ну и вернулись за уровень. Вот, в общем-то, больная вся эта точка с этими утренними торгами, на самом деле. Пусть этот вопрос решает путем поставки ликвидности. Нужны бабки, бабки нужны, чтобы был паритет между покупками и продажами. А не винить кого-нибудь попало там. Далее индекс РТС. Сейчас, ну, фьючерс растет на полпроцента, опять же. Кстати говоря, тоже пока все еще неплохо. Вот, видите, крест с харами цена нарисовал. Это такой разворотный паттерн, как показывают практикам. И, соответственно, сейчас пока более-менее утренни торги нормально идут. То есть без излишней такого волатильности, без прочего. По большому счету, сегодня цель РТС будет вблизи сопротивлений 1572 пункта. Вот, ну, тут цель Ассока тоже у нас имеется до уровня 1590, ну, и, соответственно, ЕМА 200, 1650 пунктов. А текущих уровней примерно процентов 6-7 получается. Вот, ну, посмотрим до конца года, если получится порасти, а текущую уже неплохо будет. Будем сейчас такой, знаете, квазиновогодний ралли. То есть не в прямом смысле новогодний ралли, а квази, то есть около новогодний ралли. Да, после той манипуляции, которая была вчера. И, блин, вчера, конечно, лютая манипуляция была. Я такие, знаете, вот, знаете, просто вот откровенно скажу, вот падать на вообще нейтральном фоне, это вообще крипово. Это просто кринж, натуральный кринж. Это, не знаю, это как, это как, не знаю, смотреть в темной комнате на большом широком экране фильм про клоуна-ублюдка, который решает всех в закусочной. Я забыл, как этот фильм называть, такой у него еще фейс был, такой неприметный. И на него прям стрёмно было смотреть. Как его называть? Я забыл фильм. Я его раз в пять, наверное, смотрел, но название забыл. Но фильм, в общем-то, стрёмный. Вот тоже самое было вчера. Это стрёмный фильм уже. Это не триллер, это, мать его, ужаса. Вот, поэтому вторяюсь цель, а сколько ПРТС повыше будут. По ММВБ та же самая шляпа, потому что, видите, алгоритмический уровень все пробиты, на уровневые поддержки пришли. Вот, здесь, в принципе, первая цель это ЕМА-2003-820 пункт. От текущей цены, ну, в идеале, опять же, 6-7%. Ну, посмотрим, в принципе, потенциал от сколько тут существенный. Ну, 6-7%. В принципе, тоже прибыль-то в такой ситуации будет неплохая. Ну, блин, это же не 1-2%, да, это 6-7%. Вот, не знаю, это офигеть, какой неплохой процент. То есть, опять, в рамках крикосрочной торговли, в принципе, тоже неплохо. Индекс ММВБ, то же самое, торгуй, ох ты, нифига себе. Тоже, видите, крес-харами нарисован. И, соответственно, сколько тоже с новой идет. Тут тоже, в принципе, цель, а сколько по фьючерсу на индекс ММВБ, 381-925 пунктов, вот здесь, на ЕМА-200. Ну, в общем, по индексам, тут, думаю, все понятно. А цель, а сколько выше, потому что, повторяюсь еще раз, на мой личный взгляд, опять же, вот смотря на практику моих торгов за последние годы, вот все вот подобные шипы на товарном рынке, на этих, как его, на индексах, они, как правило, паттерны разворотные. Вот посмотрим, как сейчас все будет, поглядим. Потому что сейчас даже индекс ММВБ и РТС пришли на очень важный уровень. Даже в понедельном графике просто пробили полосу Больджера, да, и пришли момент на ЕМА-100. Как минимум на таких алгоритмических уровнях рынок разворачивается вверх. Посмотрим. Если окажусь прав, то я неплохо поднимусь на этом. Если окажусь неправ, то меня по стопам выбьет. Все как всегда, в принципе. Ладно, посмотрим, не буду гадать. Что касается нефтемарки Brent, здесь, в принципе, все, опять же, по моему сценарию идет. Я, повторяюсь, без самоутверждения, без надрывания своей последней рубашки, которую я на себе сейчас ношу, нет. Просто говорю, как есть. Пришли, я вчера и позавчера еще озвучил то, что придем вот на этот уровень. Почему? Потому что я на форумах тоже бегаю, сентимент рынка изучаю, на форумах не российских, а именно американских и европейских, англоязычных, то есть форумах. Не буду их рекламировать, не надо, потому что не хватало мне там еще, чтобы толпа находилась в жопу. Мне нужно самому сентимент рынка смотреть, изучать, чтобы потом правильно и грамотно ставки в рынке делать, соответственно, информацию более-менее адекватно презентовать вам. Вот. И видите, с этого накопления, от алгоритмических уровней сопротивления Яма, вот видите, и, соответственно, от уровня его сопротивления просто, цену откатили назад. То есть я ранее озвучил то, что мы пойдем на Яма 200, то есть 72.30. Почему? Внизу стопы есть. Не российские стопы, а европейские, американские стопы. И вот сейчас стопы тут собираются. То есть, на мой личный взгляд, пробитие Яма 200 сейчас маловероятно. Тут, блин, вероятность больше отскочить вверх, как минус сопротивление, вот это. 74.13. Вот. И в рамках такого трейда, ну, я лично ставочку сделаю. То есть, опять же, не рекомендация, ни в коем случае, просто отучу свое личное мнение. Вот. И тут, в принципе, что у нас? 74. Сколько там еще раз? О, ну, 2% можно взять даже внутри интродэй, почему бы нет? Может быть, даже сегодня уже на этот уровень цена пойдет. Там надо посмотреть на европейский торэк, как оно все будет осуществляться. Посмотрим. Что касается природного газа, я повторяюсь еще раз. Все цели, на которые я ставку делал, отработали. Все. Вот. Вот эту цель 4, сколько там? 12.3.95 отработали. Вот, в принципе, внизу целей как бы-то и нету. Хотя нет, цель тут есть, вот эта цель. На 3.24. Но вряд ли она будет сейчас. Да, вряд ли пока. Не сегодня. По крайней мере, не сегодня. Вот. Сегодня будет проторговка на 3.74. На недельном графике, если посмотреть, то... На недельном графике... Блин, ну, это все. Это экстремум сильных уровней. Конечно, может в моменте цена прийти на Yamaha 100. 3.38, но, блин, потом мы такой лютый вынос увидим. Опять к уровню 3.79. Потому что, видите, тут Yamaha проходит скользящая. Прямо плеяда целая. Соответственно, этих уровней рынок будет эту бумагу... Ну, точнее, дериватива на газ просто брать и откупать. Вот. Поэтому... Не, я пока природным газом именно сегодня, вчера не торговал. И не буду я торговать. Потому что тут слишком сильный объем и волатильность упала. Вот. Но это движение я проторговал. Вот это на закрытии гэпа. В принципе, пока идеи тут не вижу. Вот я смотрю сейчас на график и пытаюсь понять. Вот. 3.38, хотя бы вот до этого сопротивления, будет ли цена закрываться сегодня-завтра? Вряд ли. Даже на экспирации мало вероятность, что она пойдет закрывать сюда. А экспирация будет уже через пару дней. Наверное, все-таки следующая неделя. Вот на эту отработку кто-то в уровень пойдет. До 3.38. Посмотрим. В принципе, если как я увижу тут объемы растущие, то я буду понимать то, что... То, что все, начинается кипиш. Ну, то есть, отработка цели ниже. Что касается драка про металлов. Ну, на самом деле, пока все торгуется тупо в дрейфе, в боковике. Вот. Золот-боковик абсолютный. Тут важное сопротивление 1795 пунктов. Ну, долларов за унцию. В принципе, поддержка сейчас достигнута 1765. На самом деле, сегодня следит за ФРС. Внимательно, что они там озвучат, что они скажут. Повторяю. Скорее всего, они будут давить на то, что инфлятус надо как-то сбивать. Повторяюсь. Если под ними властное кресло сейчас бы не шаталось, они бы, скорее всего, примкнули бы к первому сценарию, к первому варианту. О том, что нужно стимулировать продолжать в рамках ковида. Но, коль под ними уже, так сказать, зашаталось кресло, значит, надо что-то предпринимать. Хотя инфляцию они все равно не собьют. Они могут ее остановить на какое-то время. Основную инфляцию может сбить только цепь поставок. И опять же, если цепь поставок будет у нас восстанавливаться примерно в первом квартале, 22-го года, то мы к середине 22-го года уже получим абсолютную апогею инфляции в Америке. Да, будет там он 7% примерно, но это будет максимум. Абсолютный капитальный максимум. На что, в принципе, я-то и надеюсь. А то, извините меня, расплачиваться за то, что монетарные власти этого западного мира совершили за последние два года, расплачиваться за их ошибки, мне, честно говоря, уже надоело. Как я расплачиваюсь? Да как и вы расплачиваетесь. Растущая инфляция, извините меня, товар в народном потреблении уже в разы подорожали, в 2-3 раза подорожали. А нам презентуют, что инфляция мизерная. ЦБРФ, он говорит, что 8,5%, хотя формально, формально, а фактически инфляцией 20% получается, я насчитывал. Там ФРС говорит, инфляция там у них сколько там, 7% почти, да, формальная. У них фактической инфляции тоже 19%, подсчитывал. В общем, труба, проблема. Обман со всех сторон. Поэтому по золоту, пока дрейф, боковик, по серебру, та же самая шляпа, кстати говоря, по серебру все еще стопы я тоже читал. Они находятся вот здесь, вот до этого уровня. И, кстати говоря, тоже вчера вышел интересный прогноз JP Morgan. А JP Morgan, еще раз напомню, это основной маркетмейкер на рынке драгметаллов. Это воротилы, это манипуляторы, самые настоящие, которые манипулируют бумажными контрактами на серебро, золото, платье на палладе. Они по серебру выпустили средний прогноз в будущем году 20 долларов 50 центов. То есть цена на серебро будет в районе 20 долларов 50 центов в 2022 году. Вот. Все, к чему я клоню, это к тому, что они готовятся выбивать стопы вот здесь. Вот на этом уровне сейчас. Вот сейчас они тут собираются стопики выбивать. Вот, видите, 21.50 и чуть-чуть так вот, пок, пок, и на возврат. Вот как по этому сценарию все. Вот, поэтому это надо учитывать. Потому что, когда инвестбанки такие сообщения публикуют, это, как правило, не прогнозы. Это, как правило, сигнал на то, что подмыривайте задницу, чтобы проще было в нее входить. Вот так вот они это и означают, такие посылы. Что касается платины, 895 долларов, ну, цель, в принципе, рабочая. Я, опять же, повторяю, что такой, знаете, небольшой спойлер. Платины и палладии одни из моих фаворитов на 2022 год. Я тоже вот смотрел сегодня анализ автомобильного рынка в РФ, Европе, Америке. И в чем прикол-то? Прикол в том, что новогодние скидки нигде не предоставляют. Ни в РФ, ни в Америке, ни в Европе, даже ни в Азии. Новогодние скидки почему не предоставляют? Потому что нету тачек для продажи. Продают старые автомобили, которые были с конвейера выпущены года-таки два назад. Понимаете смысл, да? То есть я веду к тому, что автопром еще не запущен. Из-за проблем с цепями поставок, из-за чипов разных. Ну, в общем-то, логистика хромает. Это так, я думаю, очевидно. Вот, поэтому автопром пока лежит в таком ауте, назовем так. Вот, и соответственно, да, страхи омикрона, страхи ковида, бла-бла-бла, экономика не восстановится, бла-бла-бла. Это все нам в уши жужжат, аналитики, рынок и прочее. Короче, урупп рынка работает на полную катушку. Вот, на этом уровне 895 долларов за унцию. И мне платина была бы интересна. Да, у меня позиция еще есть по плате, она у меня и будет позиция. Я на металл все равно ставку делаю. Вот, но вот на этом уровне, конечно, я бы присмотрелся платина, то есть, к среднесрочной позиции. Ну, и повторяюсь, мои цели по плате 1450-1450. То есть, чем я больше позицию наращу, тем я сильнее цену собью. Когда у меня средняя цена будет, примерно, вот на этом уровне. Тысяча ниже. Ну, и процентов 50 можно на этом росте заработать. В дальнейшем, опять же, на восстановление именно автопром. Потому что, повторяюсь, даже если это мудозвонные с ФРС будут железобетонную ставку поднимать в будущем году. Представим такую ситуацию. Такой форс-мажор даже. Пусть там выше 2,5% они ставку поднимут. По барабану. Почему? Потому что данная проблема, она на металлы, прометаллы не повлияет в том случае, если мы увидим, опять же, подчеркиваю, к концу первого, в начале второго квартала восстановление цепи поставок. Так, если мы это увидим, если мы это увидим, а это мы, возможно, таки увидим, потому что уже зачаток восстановления есть, то в такой ситуации мы получим оживление спроса на те или иные сырьевые товары. Вот в автопроме, к примеру, палладе и платина, да. Ну, соответственно, эти металлы будут физически потребляться и уже по барабану будут. Что там ФРС делать, что не делать, потому что будут макро-раскорреляции. Почему? Потому что за последние полтора года тачки вообще с конвейера не выходят, автомобили. Спрос-то растет, потребление есть, народ готов покупать. Но нету выбора, нету машин, дефицит автомобилей в мире. Вот, прикинь, ты чего мы дожили. Дефицит, сука, автомобилей. Охренеть не встать. Я в шоке. Вот. И поэтому на выставление спроса все равно время пройдет и все нормально образуется. И даже на ужесточение ДКП эти металлы все равно будут расти. Вот. Это опять же такой базовый сценарий, базовый разнос, который я делаю. Вот сейчас, к примеру, по итогам 2021 года мы наблюдаем профицит этого, как его, платиной, палладий в мире. Они тупо лежат без дела, эти металлы. Но это опять же до поры до времени. Как только спрос возобновится на автомате, как вот автопром заработает, сразу мы увидим дефицит металлов, как следствие, будут напампиться. Вот пока, грубо говоря, возможность у меня будет, лично у меня, я буду позицию по платине постепенненько, понемножечко, по чуть-чуть наращивать. Ну, а почему бы нет? Дает возможность, я этим буду пользоваться, вообще не проблема. Ну, и что касается палладий, тоже один из моих фаворитов на предстоящий год. Хотя я более детально про эти металлы расскажу на прямом эфире, который был посвящен тренду 2022 года. Вот, мы пришли на поддержку 1590. Вот, я этот уровень уже неоднократно указывал. Я укажу еще ниже стоящий уровень, вот здесь вот, 1400 и 1300. Ну, покрулим 1300, плевать. Вот, почему? Потому что, во-первых, вот основание двойной вершинки есть у нас. Во-вторых, повторяюсь, с точки зрения макроэкономики, ни хрена на автопроме ничего хорошего нету. Повторяюсь, тачки полтора года с конвейера не выпускали. Сейчас распродать тупо остатки. Тупо остатки. И когда ситуация будет мега патова на автомобильном рынке, блин, мы столкнемся с просто лютым дефицитом автомобилей. Это проблема. И потом конвейер автомобильный просто обязан быть во всем мире запускать вопреки вообще всему. И спрос на что будет правильно, на палладе платину. Поэтому палладе пока тоже в профиците, как и платина, но и цель его понижен. Вот, в идеале, конечно, прийти вот на этот уровень 1295-1300 долларов за унц. И вот здесь я бы его присмотрел. Да, это рамки нисходящего тренда, но говорят, что платина может быть по 900. Ну, я что-то сомневаюсь, если честно. Очень сильно сомневаюсь в этом. 1400, в принципе, пока край. Даже с точки зрения волновой продорговки, если посмотреть, то у нас запал роста еще офигеть, какой существенный остается. С точки зрения даже вот меч на графике, если глянуть, на палладе. Вот сейчас, секундочку, на палладе если глянуть. Да, запал-то еще остается. Тут даже, видите, ЕМА-100 проходит на уровень 1445, и ЕМА-200 прямо на 1050 долларов. Медианы, получается, 1300-1290. Но, опять же, повторяюсь, я вот эти металлы покупаю, платину, палладе, я их покупаю не для того, чтобы потом продать, условно говоря, через неделю. Да мне это нахуй не надо. Я просто буду держать и держать их. И по мере восстановления автопрома, эти металлы мне прибыль-то и принесут. Лично мне, опять же. Вот потому что все равно хомяки найдутся, которые будут потом, условно говоря, купят эти металлы, вслед за моими сделками. Да, вот, условно говоря. И потом они будут через неделю просто адски кукарекать то, что все, Михалыч, обосрался, тудым-сюдым, блядь. Не растут металлы. Ну, поверьте мне. А попсирается тот человек, который тупо, тупо сливает все в убыток. Чувак слил в убыток, обосрался. Окей, не вопрос. Чувак, который держит позицию и подбирает ее еще, пока рынок дает. И потом, когда в охеренный плюс продает. Блин, да чувак тут просто гуру рынка, я могу так сказать, на самом деле. Вот, поэтому платина, палладе мои фавориты. Ну, как и серебро по большому еще. Серебро то же самое. Но серебро у меня там инвестиционная позиция, да, абсолютная. А платина, палладе это среднесрочная позиция. Вот, на перспективу там будущего года, как минимум. Ну, посмотрим, как оно все будет. Ну, что касается американщины. Ну, я еще раз могу просто сказать простую вещь, что если вы покупаете с американские компании, инвестируете в них, вас рынок просто на батл сидит очень скоро. Вот смотрите, почему. Потому что сейчас, к примеру, говорят, да ладно, что сейчас-то вон месячный график открыть, посмотрите, что происходит на индексе Russell 2000. Ну, просто люто дивергенция. Ну, вы что думаете, второй, третий эшелон американского рынка растет, что ли? Да ни хера подобного. Вообще ни хера подобного. Поэтому я говорю, что второй, третий эшелон готовится к падению американского рынка. В S&P 500 растет тупо на двух-трех компаниях и все. На фамге там и все. Поэтому даже S&P 500, с точки зрения дневного графика, тоже дивергенцию неплохую вырисовывает. Вот видите, вот. Так что аккуратнее с Америкой. Если вы прям слепо веруете, там не знаю, в слова инвестблогеров, слова там какие-то гуру рынка, сука, вас просто потом рынок так наколдоебит. Почему? Потому что сейчас инсайдеры на американском рынке капитально раздают свои позиции. Капитально раздают. Я просто предупреждаю вас. В Америке идей нету и не будет. Просто этот фактор надо как-нибудь уже сейчас учитывать, потому что я вижу, что Хомяков много на этот рынок идет, по большому счету, американский. И тупо его пампит именно толпа сейчас. Тупо толпа. Ну, блин, вы понимаете, что толпа и юрлицы пампят. Юрлицы они продают позиции, а толпа их покупает. Ну, извините меня, это рано и пузо, музыка закончится. В общем, это учитывайте. Ну, что касается китайчиков, у нас вот картинка, в принципе, обыдена. Ну, недельный график. Все пока на уровне бывших проторговок находится. Хангсэнг, Насдак Чайна и Квеб. Китайский ETF. Ну, по Квебу вот вам разворотный треугольник вырисовывается. По большому счету, большой такой паттер информации. У нас Хангсэнг боковик, у нас Дак Чайна тоже боковик. Ну, пока все по-старому. Тут пока ничего нового не могу сказать. Ну, то, что китайцы принимают политику стимулирования, это круто, офигенно. Вот. Сейчас активно начинают зазывать в позицию Goldman Sachs, UBS, Bank of America, BlackRock, Vanguard, Fidelity. Какие-то там еще у нас инвестбанки зазывать начинают в ланге сейчас в Китае. Короче, сейчас вот кто купил китайцев, вот эти большие американские фонды, банки, да, они толпу зазывают сюда, тем самым аргументируя, что, типа, вот будет рост китайцев на том-то, на том-то. Да, и, кстати говоря, тоже я сейчас видел интересную картину рынка, назовем так. Какой-то чел поставил, ну, опять же, как относительно крупную ставку на рост китайского рынка до марта. Он покупает какие-то, ну, он покупает, во-первых, опционы Call на ETF, Emerging Markets. Вот до марта он ожидает роста. Ну, я не знаю, как это отработается, поглядим. Я-то в Китае на самом деле верю, я позу по нему держу, а вот как вот отработается его Call, опцион, ну, время покажет, не знаю, поглядим, не могу сказать. Вот, поэтому картина по Китаю пока, ну, старая, обыденная. Ну, в принципе, на этом все. Картина рынка обыденная, нейтральная. Сегодня ждем свидания ФРС в 22 часа. Если спать не буду в это время, то я, естественно, посты эти сделаю. Но если спать уже буду, а я рано ложусь спать, чтобы утром рано, так сказать, часов в 5-6 стать, то я эти посты про ФРС делаю непосредственно в завтра, утром, рано утром завтра. Ну, потому что, на самом деле, то, что они скажут ФРС, на рынок никак не повлияет сразу. Это будет отложено эффектом. Отложено эффектом в районе 2-3 дней, но влияет на рынок сразу не повлияет никак. Поэтому узнайте, в принципе, сразу же. Я лично, опять же, по рынку РФ мою позицию, знаете, я деривативчики подкупаю на рынок российский. Я делаю ставку на его рост, потому что полагаю то, что основные участники уже выбиты были вчера из позиций. Это манипуляции утренней. Это ужасно, на самом деле, ужасно, ужасно. Это реально ужасно, то, что на такой утренней сессии, пока вы спите, вы можете получить маржан кол. Утром просыпайтесь, а вы без бабла уже, да. Вас там жена начинает пилить, вас там начальник начинает пилить, вас там готовится выкинуть с башни федерации, там со 105-го этажа, научить вас, так сказать, летать. В общем, это труба. Это очень стрёмно. Вот, поэтому я говорю, что торгуйте без плечей, торгуйте согласно риск-менеджменту. Хотя, всё равно, многие на это забивают, но и ладно, бог с вами. Хотите забивать, хотите, нет, уже ваши проблемы. Вот, я лично торгую согласно риск-менеджменту. На одну позицию по рынку я выделяю 10%, но максимум могу погрешить до 15%. Вот, например, по китаме 9%, по РФ у меня сейчас... На деривативный фонд 3%, либо 3, либо 3,1%. Там погрешность небольшая у меня есть. Наверное, 3,1%, 3,1%. Вот, ну, посмотрим, поглядим. По рынку, РФ, конечно, хотел бы позицию нарастить. Нарастить хотел бы, потому что я там потенциал upside, в принципе, наблюдаю неплохой, существенный. Вот, но если вдруг рынок российский будет сейчас до Нового года расти, в ближайшие недели-две, ну, значит, поеду с тем, что есть. И потом уже в преддверии Нового года, наверное, на последней неделе, ну, там, 29-го, 28-го декабря уже распродавать все буду по рынку российскому, то есть, деривативы свои, и выходить по рынку российскому на заборчик. Вот. Ну, чтобы прибыль зафиксироваться, чтобы потом ее протранжирить в преддверии Нового года. Почему бы нет, я не против немножко, так сказать, поупотребительствовать. Поэтому картина обыденная, в принципе, что мы получаем старый, так сказать, обзор, картину рынка. Вот. Я внутри дня занимаюсь спекуляциями, вчера тоже удалось неплохо подняться. Это, ну, что сказать еще, я даже не хочу сказать. Держу среднесрочную позицию по металлам, по Китаю, верю в эти моменты. А это идея 22-го года, которую я вот начал подбирать уже, начиная почти с осени, почти, внимание, почти с осени. Вот лесенько, так сказать. Ну, опять же, согласно риск-менеджменту, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Вот. Ну, как-то так. Ладно, на этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании, под каждым видеороликом. В первом пункте телеграм-канала, во втором в контакт-группа, в третьем инстаграм. На эти ресурсы рекомендую подписаться, так как инфа, которая постится там, лишь задержка во времени, поступает на YouTube. Также эти же ресурсы имеются в каждом закрепленном сообщении, под каждым видео, в третьем пункте телеграм-канала, четвертом инстаграм в пятом в контакт группа тоже подписывайтесь на эти же ресурсы повторяясь инфа которую поиск а там лишь задержка во время поиск уже на youtube потому что их с информацией быстрее доходит до читателя вот но и помните что мы все обречены на прибыль лишь время и грамотно стратегия а также риск-менеджмент ну и соответственно торгуйте без плечей повторяюсь если будет на плечи торговать вам от рынка даже прийти черный лебедь вы лишите всех бабок так со всеми происходит вот помните три ваших союзника это ваши главные друзья это эти союзники вам ближе всего чем ваши друзья родители родственники жены мужей и прочее эти ваши три лучших друга время грамотная стратегия и риск-менеджмент если вы их принимаете значит и ваши друзья до конца жизни останутся если вы их не принимаете то лучше бабки выводите с рынка на вклады идите на этом все благодарю за внимание